Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день. 12-е Тишрея. Сегодня 12-е Тишрея. Да, вот кто думал, что ж сегодня за день-то такой? Оказывается, сегодня 12-е Тишрея, что в корне меняет сразу ситуацию. Потому что одно дело, когда ты проснулся, 7 октября. Это одно. А вот 12-е Тишрея, это совсем-совсем другое дело. Хотя ты находишься в том же самом дне, в том же самом времени, но привнеся вот этот элемент, или ты живешь по лунному календарю, и ты понимаешь, что сейчас 12-е Тишрея, скоро Сукот, вот, начинается 15-го числа, через 2 дня Сукот, сейчас Эрэв Шаббат, канун Шаббата. То есть у тебя, ты живешь в духовном пространстве, да, лунный календарь, он тебя включает в духовное пространство, и он как бы делает акцент, а где ты, да, а я в 5783 году откуда? От сотворения мира. А день сегодня какой? 12-е Тишрея. Оп, и человек сразу, уже через числа, он включается в духовное пространство. Или там ты, какой сегодня день? Сегодня 7 октября, а какой сегодня день? 215-й день войны. Страшно? Страшно, значит, жить вот в таком вот, да, 215-й день войны, 220-й день войны, и 7 октября. А что на октябрь-то? И что за октябрем? А за октябрем великая октябрьская социалистическая революция была в октябре, да? Что это за революция? Ну, это значит, одни там стянули власть, убили других. И одни стянули эксплуататором, и тем стали. Эксплуататорами. Значит, все понятно, да, идея? То есть, лучше жить в духовном пространстве, и в духовном пространстве ты все время присоединен ко Всевышнему, защищен. Понятно, что это переходный период. Тишрей – это метод великих, месяц великанов называется Тишрей. Почему это месяц великанов? Потому что в Тишрее родились, по-моему, Аврам, как я не помню, когда родился. В общем, называют это месяц великанов, да? Хорошо, значит, мир и процветание и Украине, и Израилю, и всему миру, и всем, я бы так сказал, что мир и процветание всем хорошим, добрым, духовным людям. Вот так вот. А всем недуховным и нехорошим людям стать хорошими и духовными. Вот это мое пожелание, потому что, в принципе, прочитал я сегодня в недельной главе, когда готовился к уроку. Там была такая интересная вещь, что Бог сказал, что моя земля… И там какой-то был комментарий такой, меня это очень удивило. Он сказал, моя земля – это мой народ, это мои люди. То есть, Бог находится там, где человек его пускает. И неважно, в каком он диаграфически находится месте, важно, насколько ты соединен с Богом. Вот это самое важное. Все. Поэтому мир всем хорошим, добрым людям. А мы продолжаем изучать книгу о Йом-Йом. И сегодня нам говорится вот такой вот отрывочек. Вот закон, установленный свыше. Да, есть такой закон, который прямо установлен свыше. Что же это за закон такое? «Распространение идей Торы и самоотверженность в совокупности с мудростью и дружелюбием никогда не остаются безрезультатными». Значит, вот здесь нам дано буквально в шести строчках в очень прям невероятно, невероятно мощная жизненная программа успеха. Жизненного успеха. Давайте посмотрим. Первое. Распространение идей Торы и самоотверженность. Что такое распространение идей Торы и самоотверженность? Значит, вот, например, это уже там 1500 урок Торы, который я провожу. Плюс-минус там. Между 1350 и 1450, может быть. Вот плюс-минус где-то там. Почти полторы тысячи уроков. И то, что я провожу уроки, для меня является самым главным в этих уроках, что из-за этих уроков я учусь. То есть я не могу пропустить ни дня, я не могу пропустить ни дня без Торы. Потому что я знаю, когда, что меня ждет там 100 человек, и потом этот урок смотрит несколько тысяч, то получается очень-очень... Как я могу не поучиться и не провести урок? Не могу. И поэтому распространение Торы — это то, что очень сильно человека поднимает в его духовном уровне. Если ты говоришь окружающим, что надо учить Тору, если ты делишься с ними уроками, если ты партнер, мы вас всех приглашаем еще раз быть друзьями ВАИКРа, это 18 долларов в месяц, и вы становитесь партнером в распространении Торы во всей нашей деятельности. Это называется друг ВАИКРа. 18 долларов в месяц, и вы на небе вас записали, что вы участвуете как друг ВАИКРа, платформа ВАИКРа. У нас есть на сегодня 50 тысяч часов Торы изучают на всех наших уроках, плюс-минус в месяц. Это 18 долларов в месяц. 100 долларов в месяц, если вы даете, то вы становитесь, это называется, партнер ВАИКРа. То есть вы полноправный. 18 долларов — это друг ВАИКРа. 100 долларов в месяц — это партнер ВАИКРа. Вы получаете дополнительно. Мы за вас молимся. То есть у вас есть большее участие в распространении этих уроков Торы, потому что мы деньги направляем на преподавателей, на создание, вот у нас сейчас есть идея создать именно тренинги по Торе, да, курсы по Торе, и на распространение уроков Торы. То есть мы эти деньги не делаем себе заработком, а мы эти деньги все направляем на распространение Торы. И спонсор ВАИКРа — это 180 долларов в месяц. Значит, спонсоры ВАИКРа отдельно мы планируем собирать спонсоров ВАИКРа, и собираться с ними, значит, и вместе инициировать, вместе решать, что дальше мы будем делать для распространения Торы. Вот. Это работа по распространению Торы. Что такое самоотверженность? Понятное дело, что у каждого из нас есть чем в жизни заняться, и можно сделать множество-множество вещей, которые можно было бы делать в это время. Помимо изучения Торы, помимо распространения Торы, есть чем заниматься, можно смотреть сериалы. Вы знаете, в наше время мы живем в уникальное время. Прямо спасибо Всевышнему, что Он нас в это время поставил. Мы живем, мы испытываемся свободным временем. Я недавно это услышал на одной лекции, что раньше был мир, когда был феодальный мир, вот этот феодальный, земледелие и так далее, до промышленной революции. До промышленной революции. Все люди, они вынуждены были работать день и ночь за еду. Ну, прям целый день. Были паденные рабочие, были крепостные, паденные рабочие, рабы. То есть из-за того, что труд был только ручной, то людям приходилось очень много трудиться, чтобы себя обеспечивать. То есть было просто с детства ребенок в 5 лет. И давай его, иди, паси скот, дом убирай. В общем, люди с 5 лет включались в работу и работали до дня своей смерти. Не можешь работать, умираешь. Все. Никаких тебе социальных служб, никакой помощи, никаких больниц, никакой медицины, никаких антибиотиков. Работаешь, живешь. Не работаешь, умираю. До свидания. И так жил мир тысячи лет. Потом, значит, лет 150-200 назад наступила промышленная революция. И у людей, то есть получилось, что рабочий за одно и то же время, он стал выполнять в 10 раз больше создавать продукта. И появился избыток, избыток появился продукта, вещей. И, значит, уже появились там капиталисты. В общем, появилось свободное время. И это самое большое испытание. А как ты свое свободное время проводишь? Что ты делаешь в это свободное время? Или ты в это свободное время занимаешься своим развитием, торой, духовным развитием. То есть Бог нам дал, в принципе, подарок. Мы живем в раю. Или люди чем занимаются в это свободное время? Враждой друг с другом, накоплением, развратом, какими-то там удовольствиями сверху и так далее. То есть все бесполезно. Зачем Всевышний нам дал свободное время? Он дал нам, чтобы мы занимались духовной работой. Чем мы занимаемся вместо того, чтобы заниматься духовной работой? Каждый выбирает сам. Так вот здесь написано, распространение идеи Торы самоотверженно. Вот в этом слове самоотверженно. Это идти против своих вот этих вот животных желаний, против хлеба и зрелищ. А именно когда тебе не хочется, вот у меня сегодня был выбор, в какую синагогу идти молиться. Я пошел в самую дальнюю синагогу молиться, что дольше идешь, дольше молишься, там такая чуть-чуть тяжелее молиться. Я ведущий был молитвы. Но это был явно вот этот момент самоотверженности. Я не сделал как легче. Легче всего было бы помолиться дома. Сложнее было бы идти в синагогу там рядом. Но я пошел в самую далекую синагогу, еще и вел молитву там, потому что как раз узнал про это, что одно и то же действие, которое ты делаешь самоотверженно, то есть когда ты переступаешь через свое животное желание, или же ты делаешь потому, что ты это хочешь, в духовном плане совершенно разная у этих действий сила и стоимость. То есть то, что ты делаешь самоотверженно, дает тебе в два, в три, в десять раз больше результата, чем когда ты делаешь это по желанию. Понятно. Дальше. Дальше в совокупности с мудростью и дружелюбием. Значит, есть люди, которые соблюдают заповеди, они вроде бы выглядят вообще очень религиозно. И они даже могут быть самоотвержены. И они распространяют Тору. Но они совершенно вот долетят мудрости Торы. Мудрость Торы – это Мишли, притча царя Соломона. Это мудрость, такая житейская мудрость. Мудрость, как правильно поступить в каждой ситуации. Как не выделываться, как не спорить. Как мы с вами учились. Значит, идти в скромности с Богом Всесильным. Не выпячивать, не ссориться, не вступать в конфликты. Это все житейская мудрость Торы. И если у нас есть распространение Торы, соединенное с самоотверженностью внутри, соединенное с мудростью Торы и дружелюбием. Какое прекрасное слово «дружелюбие». Вафтали, Райка, Камоха, возлюби ближнего, как себя. Значит, не делай другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе. Все законы про лошонара, про злоязычия, про сплетни. Тора очень большое внимание уделяет вот этому дружелюбию. И есть люди, которые, они могут быть распространять Тору. Они могут быть очень самоотверженные. Они могут быть мудрыми, даже такие житейская мудрость. Но если они не дружелюбные, то уже одного параметра не хватает. Четвертый параметр – дружелюбие. Говорит нам книга о Йом-Йом, которую составил любая часть РЭБ, последний. Он говорит, если все эти четыре фактора есть, то это никогда не остается безрезультатными. То есть человек, который это имеет, он в жизни получит все результаты, которые хочет. Вот эти вот четыре вещи сложите вместе, и тогда ваша жизнь будет просто раем на земле, идеально. Все будет работать идеально. Еще раз повторю, что это? Это распространение идеи Торы. Чтобы распространять, надо учить. Учись и обучай. Дальше. Причем, смотрите, какая мудрая вещь. У каждого из нас есть на небе, есть на небе как депозит духовных заслуг. Теперь, если, например, Дамир партнер, он послушал утром урок, и он этот урок повторил, запомнил, и он рассказал этот урок людям вокруг себя, он получил, допустим, 10 баллов. 10 баллов, там, 10 Тора-баллов, назовем это, на небе. То есть у него там где-то на депозите, на духовном легли эти вещи. Теперь распространение Торы. Он становится партнером ВАИКРА или спонсором ВАИКРА, и тогда этот урок, который смотрят сейчас 112 человек, а за день посмотрит 2000 человек, и остальные уроки, которые смотрят там в прямом эфире, тоже до 100 человек некоторые уроки смотрят, и они потом их смотрят тысячи людей, всего 50 тысяч часов в месяц. Получилось, что у того, кто является партнером ВАИКРА, у него есть 50 тысяч Тора-часов в месяц духовной заслуге. Это называется распространение Торы. Это как духовный депозит. Значит, учить, но при этом учить Тору обязательно. Нельзя только помогать изучению Торы, ее распространять, если ты сам не учишь. Так не работает. Учишь сам, учишься, повторяешь, запоминаешь и распространяешь, или сам рассказываешь, или участвуешь в профессиональном распространении. Все, создал депозит. Дальше. Мудрость Торы. Я уже прямо жду, не дождусь. Вот все, я уже отдал в две типографии. Выходит книга с моими комментариями притчей царя Соломона, Мишлей. Вся житейская мудрость. Все, что только может быть в этом мире про бизнес, про отношения, про партнерство, про жену, про друга, про все. Про все там есть. Значит, это называется мудрость. И дружелюбие. Дружелюбие – это работа каждого из нас. Улыбаться. Как говорил Шамай, Стродий Шамай, он вошел в Пертьевод со своим прямо конкретным напутствием в поучении отцов. Он сказал, он был Стродий. Он с линейкой гнал там человека, который ему вопрос неправильно задал. Но он сказал, вошел в Тору с таким вот высказыванием. Принимай каждого человека с хорошим выражением лица. Север по ним ефод. Вот так вот. Каждого человека улыбайся. Это называется дружелюбие. Раби Ишмаэль. Он говорил, Ава Микаба Летколи Адамбе Симха. Принимай каждого человека с радостью. Раби Атива, кстати, интересно. Раби Атива, который был самым позитивным среди всех мудрецов Торы. Он был настолько позитивным, что когда его убивали, он говорил, что я об этом всю жизнь мечтал. Какое счастье, что я до этого дожил момента, что меня сейчас убивают. Он был дико позитивный. Но он вошел с другой стороны. Он, интересно, он Пертьевод сказал высказывание. Что схок, смех, такой яркий смех, выколут рожь и легкомыслие человека приводят к греху. Он показал нам обратную сторону позитивизма. Когда человек слишком позитивный, ему он прям думает, что вообще, ну вообще все ему, так как он все воспринимает позитивно, то он не боится ничего вообще. И Раби Атива говорит, ну-ну-ну, если вы слишком будете позитивны, то это может привести тоже к негативным последствиям. Но как бы норма, это улыбка и дружелюбие. И если вы сложили все эти параметры, то никогда вы не останетесь безрезультатными. Что вы захотите, то есть что значит результативный человек? Результативный человек это тот, кто ставит цели и их достигает. То есть он получает те результаты, которые хочет получить. Это в жизни очень важно. Так вот, сложить эти четыре параметра. Во-первых, вы будете хотеть только разрешенные правильные вещи. Во-вторых, когда вы будете хотеть только разрешенные правильные вещи, вы будете иметь духовный депозит, чтобы их получать. В-третьих, будет Бог вам во всем помогать. В-четвертом, будут люди вам во всем помогать. Потому что дружелюбный человек, который правильно общается с людьми, не делает людям зла, то он будет со всеми в хороших отношениях. Я вчера в больнице встретил, ну мы были с мамой там на обследовании, все такое, и значит, кстати, прошу теперь молиться за ее здоровье, у нее нашли не очень хорошую болезнь, и значит, совсем нехорошую, и вот сейчас надо молиться за ее здоровье, чтобы была Рифа Ашлома, Рита Батбася, среди всех остальных выздоравливающих. И значит, там был Натан Щерансти, Натан Щерансти это был человек, он сидел просто в очереди, сидит такой пожилой человек, небольшого роста, в тепочке в такой, с женой такая тоже, с покрытой головой, и значит, я смотрю, думаю, похож на Натан Щеранского, а Натан Щерансти он входил в 10 самых влиятельных людей среди политиков Израиля, он был глава Сахнута, глава Сахнута, это в ходе там в 5 самых влиятельных евреев в мире, он был глава Сахнута, он был очень такой, ну, политик в Израиле очень известный, сидит в обычной поликлинике, в обычной очереди, вообще без всякой охраны, без ничего, в сандаликах, в те почти, я говорю, вы Натан Щерансти? Он говорит, да, Натан Щерансти, значит, я ему говорю, я хочу с вами посоветоваться, я говорю, я вот занимаюсь общественной работой, все, но как-то я в Израиле не занимаюсь никак общественной работой, вот я думаю, может мне как-то тоже пойти в политику, все, он говорит, а про себя расскажите, я говорю, для меня главное это ни с тем не ссориться, он говорит, тогда не идите, невозможно идти в политику, ни с тем не ссориться, говорит, не идите вообще, ни в коем случае. Понятно, да, идея? Дружелюбный человек, ему будет тяжело в политике, значит, он туда не пойдет. В итоге, если человек складывает вот эти четыре качества, которые мы перечислили, изучение и распространение идеи Торы, самоотверженность, умение идти против своего желания, если вы считаете, что по Торе правильно сделать вот так, значит, вы идете и делаете то, что нужно и правильно сделать по Торе, а не то, что вы хотите, это называется самоотверженность. Третье, мудрость Торы, то есть вы именно, не просто Тора теоретическая, есть Тора теоретическая, есть Каббала и так далее, все это прекрасно и нужно, но Тора есть Тора жизни, как жить, как правильно вставать, как правильно ходить, как правильно питаться, как правильно строить свой день, как правильно работать и так далее, это Тора жизни, это называется житейская мудрость. И дружелюбие. Отношения с людьми надо строить на базе дружелюбия. Все, никогда вы не останетесь безрезультатными. Все ваши цели будут достигнуты, все, что вы захотите, вы сможете реализовать. Это называется результативная жизнь. Ставишь цели, их достигаешь. Второй отрывок из книги «Обретение неба на земле». Отрывок, который для меня немного удивительный. Не очень удивительный, но удивительный. Значит, мы все знаем, что Любович Стеребе последний, который был невероятного уровня, цадик, праведник. И он был, чудеса рассказывают про все его благословения, у людей рождались дети, выздоравливали от болезни. То есть он был со Всевышним в очень близких отношениях. Но мы знаем, что у него у самого детей не было. Не было у него детей. И, возможно, я как думаю, что он уделял... То есть, когда у человека есть дети, у него есть естественная любовь к своим детям, и он с ними связан. И у него огромная часть его силы и энергии уходит на своих детей. Но когда у человека нет детей, то тогда он воспринимает как детей своих учеников и всех людей. И вот Любович Стеребе, возможно, Всевышний дал ему вот это вот... освободил его от того, чтобы он занимался своими детьми. И он, значит, занимался всеми людьми, всеми еврейским народом, всем миром. То есть он был именно... посвящал себя другим людям всем. И вот здесь он говорит нам такой совет. Обретение неба на земле. Каждый день уделяйте полчаса мыслям о своих детях. О том, к чему они стремятся. Потом делайте все, что можете для них. А потом еще больше. Вот такой он дает совет. То есть, хотя это совет... То есть, он это, очевидно, он все свое внимание уделял своим детям. Он считал своими детьми весь еврестий народ и всех людей в мире. Он был добрый очень человек. Он... последнего было завещание. Он сказал, что... Написано в притчах царя Соломона, что Алам Хесед Ибане. Мир будет построить Хеседом. И был построен Хеседом, милосердием Всевышнего. А наш мир с вами, жизнь человека, будет построена милосердием между людьми Хеседом. И он нам дал вот этот вот совет такой, чтобы мы все занимались Хеседом. Хесед это беспричинное добро. Беспричинное... вот просто когда ты производишь добро без причины. Получается, что теперь о детях, да? То есть, он говорит, каждый день уделяйте полчаса мыслям о своих детях. Это тоже... это тоже такая интересная практика, да? Что ты думаешь о детях, думаешь о их стремлениях, им помогаешь. Делайте все, что можете для них, а потом еще больше. И будет у вас рай на земле. Действительно, у людей после, когда уже у них вырастают дети, у них их жизнь, их мысли, их счастье во многом зависит от счастья их детей. Хорошо. И последнее, что мы сегодня... давайте буквально пару слов перед Шаббатом. Мы заканчиваем читать недельную главу Азину. Значит, послушайте небеса Азину Ашамаем. Значит, послушайте, пожалуйста, послушайте небеса, говорил Машир Абейну. Естественно, от имени Всевышнего он говорит таким очень аллегорическим языком, очень много метафор о том, как Всевышний клянется, что как жив я, это такая у него клятва, что... И здесь он говорит о том, как злодеи будут наказаны, и отомщу я ненавистникам моим, и все, кто идут против Бога, они в конце концов будут очень сильно наказаны. И здесь мы видим, вот многие люди, которые читают, изучают Тору, они как бы не могут... не могут вот у них... есть вот это несоответствие. С одной стороны, Бог — это любовь, да? Бог, Он создал мир, хесет, милосердие, беспричинное добро и так далее. Но с другой стороны, в Торе очень много написано о наказании для грешников, о том, что вот прям здесь такие слова, значит, прям слова такие, что стрелы кровью, меч мой пожирать будет плоть, за кровь убитых и заплененных, за... и так далее. То есть такие слова, значит, воспойте племена, его народ, ибо за кровь рабов своих отомстит, и мщение обратит на его притеснителей. Значит, написано, что убийцу возьми даже одного жертвенника и убей. Как это все сочетается? Как это все сочетается? И здесь единственным на это вот ответом, с моей точки зрения, является то, что мы вчера изучали. Что когда мы говорим категориями добро и зло, мы меряем категориями, которые мы видим в этом мире. То есть мы видим человеческую жизнь только в этом мире. И мы как бы всегда примешиваем в то, что добро – это то, что хорошо для меня. А кто такой я? Это мое тело. Если моему телу больно или оно умирает, значит, это плохо, это зло для человека. Но если мы расширим вот эту вот модель мира, если мы увидим, что человек – это душа до входа в тело, потом тело, и потом душа выходит из тела и заходит как бы в новое тело, которое построила при жизни, тогда получается, что вся модель мира, она меняется, она выглядит по-другому. И добром является зайти вот в этот вот конечный мир, конечный мир духовный – это добро. И иногда для того, чтобы получить это добро, тело должно страдать. То есть тело получает здесь страдания, тело умирает в любом случае. И является ли злом, например, поедание животного? Вот я сейчас купил, купил я курицу, да, для шабата. Но это же курица, она совсем недавно бегала. Совсем вот недавно она бегала, а сейчас ее эту курицу перерезали в горло, и сейчас мы будем ее кушать, эту курицу. А рыба, например, рыба лежала, значит, ее тоже эту рыбу поймали, убили. И, значит, считается ли рыбак убийцей рыб? Да, ты кто? Я убийца рыб. Нет, мы говорим, нет, он моряк, он просто убил, значит. Ну, как он, выловил рыбу, и все, и мы ее едим спокойно. То есть Всевышний добрый – это факт. Является ли добром уничтожение злодеев? Да, является, очевидно, является добром уничтожение злодеев. Является ли добром страдания праведников? Да, очевидно, если Всевышний делает так, то это является тоже добром страдания праведников, потому что тот кусок жизни, который мы видим в этом мире, не является окончательным куском жизни. Это является промежуточным куском. И как бы мы не придумывали для себя, что нет, это окончательный кусок, и как там разные есть теории, люди выдумывают теории и так далее, все это просто выдумки и теории. У человека живет в голове, у него есть возможность создавать мысли. Эту возможность дал человеку творец мироздания. Он сказал, что сделаю человека по образу и подобию своему. То есть есть свобода выбора, есть творчество, есть сила создавать миры, создавать себя, создавать свою систему координат. Вот ты творец человек, но если ты хочешь получить следующий этап своей жизни, то вход туда идет через принятие божественной модели мира. Все, хочешь принимай, хочешь не принимай. Прямо Бог в Торе сказал, значит, вот перед тобой сегодня благословение и проклятие. Жизнь и смерть, выбери жизнь. Все, друзья, выбираем жизнь. Шаббат, шалом. И четыре вещи очень сильно делаем. Вот изучение и распространение Торы. Очень сегодня, мне кажется, это важный совет был. Второе. А, и это делать надо самоотверженно, да? Изучение и распространение Торы самоотверженно. То есть меньше эго. Поймать, где ваше эго, это эго убрать. Третье, мудрость Торы. Быть мудрым. Не быть вот таким вот, знаете, есть люди вот прям, ну не мудрые. Быть мудрым. Даже можно быть чуть-чуть хитро мудрым, да? Кто такой хитро мудрый? Это который просчитывает на 2-3 шага свои действия с позитивным намерением. Хитрость это не всегда плохо. Можно быть по-доброму хитрым. Не надо быть таким, знаете, рублю правду матку, значит, я всем все скажу, что я про всех думаю, со всеми поругаюсь. Сейчас покрою сейчас всех, значит, матами. Это не мудро. И третье, четвертое, это дружелюбие. Давайте будем дружелюбными, потому что любой человек в какой-то момент, он может быть для нас очень важным оказаться. И этот человек, этот человек, если мы его несправедливо обидели, omnianyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan и рассматривал нож, и этот нож просто затачивал, но не шел никого убивать, а ты его убил, то ты убийца. Поэтому здесь очень большой вот этот вот нюанс между тем, кто берет на себя ответственность наказывать злодеев, то он должен быть очень осторожен, очень осторожен, потому что по ходу дела он может сам стать злодеем, очень легко. Все, шаббат шалом, всем удачи и успехов, и чтобы Всевышний принял ваши молитвы. Чтобы Всевышний принял ваши молитвы и выполнил то, что хорошо для вас.